МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Накануне Конституционный суд объявил неконституционным указ президента Игоря Дадона о проведении республиканского консультативного референдума, запланированного на 24 сентября. Как следует из постановления Конституционного суда, консультативный референдум, инициированный Игорем Дадоном, не может быть проведен по той причине, что вопросы, отраженные в указе президента, превышают конституционные полномочия главы государства. Президент Молдовы Игорь Дадон прокомментировал решение Конституционного суда, заявив, что он проявил свое субъективное и предвзятое отношение, исходя из фобии коллегии суда перед президентом и народом. О перипетиях этого громкого конфликта между судьями Конституционного суда и главой государства поговорим с юристом, доктором права, экспертом Конституционного права Сергеем Мишиным. Здравствуйте. Добрый вечер. Напомним, в конце марта Игорь Дедон подписал указ об организации консультативного референдума по четырем вопросам, по которым глава государства хотел посоветоваться со своими избирателями, с теми, кто его выбрал на пост главы государства. Я хочу напомнить зрителям эти темы. Отмена закона о миллиарде, который обязывает нас выплатить, погасить бюджетную дыру. Сокращение количества депутатов со 101 до 71. Ну, два других вопроса, связанные с расширением полномочий президента, которые давали бы ему возможность, если я правильно понимаю, распустить парламент в тех или иных случаях. Не только распустить, но и назначить дату выборов нового парламента. Ну и еще одна тема, тема, касающаяся изучения истории Молдовы, что, в общем-то, немаловажно, мне кажется, сегодня. Итак, получается, что по решению Конституционного суда 24 сентября этот референдум не пройдет. Вот ваш комментарий, насколько все проходило, будем говорить, в рамках конституционного закона уложения, в рамках основного закона. Насколько здесь правы те, кто сегодня диктует толкование основного закона страны? Ну, вы знаете, Станислав, я изначально скажу сразу, что решение Конституционного суда о признании неконституционным указом президента Республики Молдова является абсолютно не правовым, а политическим. И это наши граждане должны к себе понять очень четко. Ну, во-первых, начнем с того, что господин президент хотел посоветоваться не со своими избирателями, а он хотел посоветоваться именно с народом Республики Молдова. Это две большие разницы. А Конституционный суд, наоборот, счел, что он хочет именно советоваться со своими избирателями, то есть с теми, кто его избрал. Извините, у нас, когда объявляется конституционный референдум, он объявляется для всех граждан. Нет, важно, голосовал ты за этого президента или не голосовал. Идешь ты на этот референдум или не идешь. Но все граждане должны участвовать в этом. Они нарушили в первую очередь вторую статью Конституции, которая гласит, что национальный суверенитет принадлежит народу Республики Молдова и управляет этим суверенитетом и государством народ Республики Молдова, а никто иной. И управляет через кого? Через свои представительные органы. В данном случае представительными органами кто является? Является парламент, то есть депутаты, которые избираются народом, и президент Республики Молдова. То есть Конституционный суд, вынося это решение, изначально пошел по пути того, что нет, вы избиратели, вот и сидите, ждите своих выборов. А то, что президент изъявил желание проконсультироваться по четырем вопросам, которые вы назвали выше, он говорит, нет, не имеешь права. Но, как не имеешь права, если есть 88-я статья Конституции, пункт F, где четко написано, что президент имеет право назначить референдум по общенациональным вопросам. Скажите мне, пожалуйста, вот с точки зрения гражданина, хотя бы один из этих вопросов не является общенациональным? Какой вопрос? О том, что мы должны платить миллиард, это не национальный вопрос, это не будоражит наших граждан. О том, что нужны полномочия по распуску парламента президенту, это не будоражащий вопрос, не общенациональный вопрос. О том, какое количество депутатов должно быть, тоже общенациональный вопрос. Значит, когда проводить реформу правительства, мы вперед бежим, потому что это сокращение расходов и кучу приводим факторов, почему нужно сократить правительство. А когда президент хочет спросить у народа, может быть, нам пойти по той же стезе и сократить аппарат парламента, сократить количество депутатов, чтобы не тратить бюджетные деньги, может быть, и много нам, 101? Это как раз, что, извините, нет. Это вы вмешиваетесь в деятельность парламента. Коим образом в данном случае господин президент вмешивался в деятельность парламента. Он спрашивал у народа, вы хотите этого или нет? Здесь же простой вопрос и ответ. Да? Нет. Если народ изъявляет желание, что нужно сократить, что нужно добавить полномочия, что нужно отменить эти законы о миллиарде, что нужно изучать историю румын, то после этого уже инициируются законопроекты, неважно кем, депутатами парламента, самим президентом, как обладателем законодательной инициативы. Это уже следующий шаг. Но он не вмешивался, он же не предлагал конкретно «давайте изменим количество депутатов со 101 на 71». Не было такого вопроса. Или «вот есть 5 полномочий или 10 полномочий, которые я хочу внести в Конституцию для того, чтобы решить». Тоже не было вопроса. Вопрос простой. Хотите или считаете ли нужным, чтобы у президента Республики Молдова были расширенные полномочия по распуску парламента и назначению даты нового парламента? Да? Нет? Все? Получается, что практически Конституционный суд, как отметил в своей реакции президент, он принизил роль гражданина Республики Молдова. Он нивелировал вот эту, будем говорить, норму демократии как народовластия. И если, например, мы говорим о демократическом государстве, в котором, в общем-то, во главу угла ставится воля народа, воля избирателей, воля тех, кто живет в этой стране, то в данной ситуации мы видим, что Конституционный суд подменяет собой это. Ну, вы знаете, я бы не сказал, что это Конституционный суд делает. Я бы сказал, что эта власть делает руками Конституционного суда. Давайте вот уже будем смотреть на вещи своими именами и называть вещи своими именами. Понятно, что власть сегодня, зная рейтинги, как президента Республики Молдова, в виде действия, которые он пытается делать, понятно, что он не все может сделать. Почему? Потому что ему постоянно ставят палки в колеса, ему постоянно ставят какие-то барьеры. У него не хватает сегодня большинства в парламенте, у него не хватает рычагов влияния на то же правительство, у него не хватает рычагов влияния на парламент, на судебную систему. Естественно, в данной ситуации президент, который выбран всенародно, ищет позиции, как выполнить свои обещания, которые он дал на предвыборной гонке. Он ищет возможности, как улучшить жизнь людей. И, вы знаете, Конституционный суд, приняв вот это решение, которое они все сразу раструбили, что вот, молодцы, выступил председатель парламента, председатель правительства, о том, что вот, Конституционный суд, мы же говорили, что это неправильно, что он увеличивает свои полномочия, а Конституционный суд подтвердил наше мнение. Так, вы же сами показываете, вы говорили, и Конституционный суд подтвердил. Ну, в какой стране это видно? Ведь что такое роль Конституционного суда? Он у нас сегодня в системе органов власти и управления не входит ни в одну веть власти. Потому что исполнительная власть правительства, законодательная власть парламент, судебная власть, это все суды во главе с Высшей судебной палатой. Конституционный суд это и другой орган, единый, который контролирует просто Конституционность определенных указов, законов, нормативных актов. И все. Но при этом он должен блюсти. Блюсти законодательство. И сам не выходить за материи Конституционного поля. А что мы видим на самом деле? Мало того, что Конституционный суд ссылается на 66-ю статью, пункт Б, о том, что парламент назначает референдумы. Подождите, в каких случаях? И вы говорите о полномочиях парламента. Да, он имеет право назначить референдум. Действительно. Причем он президент в этом случае. Нет. В каких случаях? В данном случае есть 151-я статья Кодекса о выборах, которая говорит, что парламент назначает референдум в случае, если 200 тысяч граждан изъявили задать вопросы, либо одна треть депутатов. И в этой же статье написано, что или президент своим указом назначает дату консультативного референдума, инициируемая им же. Почему вы смотрите вверх? Статьи Анис вы не видите. И хорошо, вы говорите, что парламент назначает дату референдума, а как же его право прописано в полномочиях президента в 88-й статье пункта Ф? Вы не обращаете на это внимание? Никаким образом? Так не может быть. Получается, что у нас в нашей стране закон, вот как в той русской поговорке, что дышло, куда повернул, туда и вышло. То есть, получается, мы игнорируем часть того же законодательства в угоду собственного решения. Нет. Я уже говорю от лица консультантов. Знаете, я вам скажу, даже не в угоду какому-то собственному решению, а просто дана была команда признать данный указ неконституционным, и уже конституционный суд находил юридические уловки, чтобы оправдать это решение. Вот что мы видим. То есть, они действительно оправдывались. Во-первых, как мы можем сказать, конституционный суд, рассматривая указ президента, начинает делить вопросы, и по каждому вопросу из этого указа высказывается, что первый вопрос не соответствует каким-то статьям, второй вопрос не соответствует таким. Подождите. Вы не имеете права делить вопросы единого документа юридического. Вы можете высказаться только о едином юридическом документе, но никак иначе. Они же разделили вопросы. Хотя, разделение вопросов это прерогатива Центра избиркома. То есть, есть указ, Центр избирком, вы знаете, начал уже подготовку к этому референдуму, кстати говоря, и тоже не увидел никаких подводных камней или юридических несоответствий данного указа. И, естественно, придя к ним указ на стол, на заседание, Центр избирком бы взял и разделил эти вопросы. Потому что, действительно, в одном бюллетне нельзя по кодексу о выборах вносить все четыре вопроса. То есть, на каждый вопрос был бы отдельный бюллетен, где просто возле вопросов было бы да или нет. А Конституционный суд берет земли всей, берет и делит вопросы и объясняет. К примеру, что по расширению полномочий высказалась Венецианская комиссия. По миллиарду уже принят этот закон. Чем мы будоражим? Не надо нам это. Он промульгирован, он уже действует, парламент его принял. Зачем будоражить? Изучение истории, ну так извините, это должна Академия наук этим заниматься. Чем мы у населения будем спрашивать, какую историю они хотят учить? Извините. Как возможно такое вообще в нашей стране? Как возможно вообще в государстве с развитой демократией, чтобы говорили народу, ребята, вы имеете право участвовать только в выборах, избирать. Все. А дальше, если между выборами кто-то хочет с вами посоветоваться и спросить, какие вопросы его интересуют, нет, он не имеет права. Ведь, извините, почему господин президент издал указ и назвал эти четыре вопроса? Он не хотел показать всем какую-то вот пиар-акцию или сказать, что вот я хочу, чтобы вы мне ответили. Он вполне может ошибаться. И каждый человек на любом посту может ошибаться. Допустим, вот вопрос даже по поводу количества депутатов. По каким-то соцопросам, по каким-то встречам его с избирателями говорили, что нужно уменьшить. Взяли, провели социологические исследования разных стран мира, вывели сколько примерно на душу населения, на определенное количество людей, количество депутатов в разных странах. Германия, Франция, Италия, как и европейские государства. И пришли к цифре 71. Вот он хотел спросить, ребят, я правильно думаю, вернее, не ребята, а народ, который должен руководить им государством, вот я правильно думаю, что нужно сократить со 101 до 71? Или неправильно? Я правильно хочу, чтобы у меня было больше полномочий в распуске парламента? Или я, может быть, не прав в этом? Почему он не имеет права, как всенародно избранный президент? Абсолютно. Это его полное право, как главы государства, как того, кто охраняет суверенитет республики Молдова. Но ему этим правом воспользоваться не дают. Руками конституционного суда. Ну вот, реакция лидера либеральной партии Михаил Гимпу, одного из тех, кто подписал обращение в конституционный суд, достаточно, так сказать, радостно встретил это решение и высказал свое удовольствие тем, что магистры конституционного суда правильно, так сказать, поняли ту сдачу, которую от них, выполнение, которое от них требовали. Но вот мне кажется, что здесь тогда высвечивается такой элемент, о котором вы в начале разговора затронули, это, так сказать, политизированность конституционного суда. Достаточно явная ангажированность, если мы вспомним о том, что практически все они граждане еще и другой страны. С учетом того, как Михаил Гимпу не скрывает своих унионистских настроений. И получается, что здесь нам диктуют правила жизни те, кто, как бы, в общем-то, не собирается с нами сосуществовать в дальнейшем. Потому что в перспективе своем они, имея паспорт другого государства, рассчитывают на то, что, наверное, встретят свою безбедную старость вдали от страны, в которой выросли и в которой, ну, мягко говоря, так сказать, жили. Жили, да. Я хотел сказать несколько иное слово, но пусть будет так. Ну, вы знаете, я вам скажу, господин Гимпу, конечно, воспринял это с радостью. Да, но, во-первых, это обращение их партии. Ну, они могут сегодня, понимаете, у него сегодня очень мало политических очков, где он может набирать, да, где он может быть очередной раз помелькать возле камер. Ну, вот красивая сейчас получилась, скажем так, подпорка для того, чтобы он с ним поговорили, чтобы он написал что-то в социальных сетях, чтобы его там позвали на несколько каналов и его, и его сподвижников, да, где они будут кричать да, здравствует, мы победили, мы либеральная партия. Но, опять, не нужно забывать другого. Я понимаю, что закон о конституционном суде, который у нас существует сегодня в Республике Молдова, он писался, ну, по-моему, очень быстро, за ночь, и не совсем продуманно. И на тот момент, когда писался этот закон и принимался в парламенте, скорее всего, он писался теми же судьями законно-конституционного суда того соозова, ну, и они оставили себе такие, скажем, рамки, при которых их очень трудно оттуда убрать. И, допустим, положение статьи 19 законного конституционного судей, пункт Б, вернее, пункт С, который говорит о том, что если они не исполнили клятву или превышают полномочия, имеют право снять их с должности. Такое один раз было, это было с господином Пулбери, который признали, что у него было политическое заявление, а не чисто юридическое или мнение, и его убрали из конституционного суда. Вот наши конституционные судьи сегодня не боятся того, что их оттуда отзовут. По одной простой причине, потому что четко написано, как в конституции, в законе о конституционном суде, в кодексе о конституционной юрисдикции, что их мандат должен быть пять лет, и они несменяемы. Даже при обвинениях в политической ангажированности? Вот вы знаете, там следующая статья, которая говорит, как определяется политическая ангажированность. То есть председатель суда назначает двух судей конституционного суда, которые разбираются о политической ангажированности, о превышении полномочий и после этого решают лишить этого судью иммунитета или нет. То есть понимаете, они все завязали на конституционный суд. То есть коллеги должны осудить коллегу. Коллегу. А в данном случае, извините, шесть, вернее, шесть, а пять коллег. Пять коллег вынесли одно и то же решение. О чем мы можем говорить, да? С одной стороны, казалось бы, но с другой стороны, они забывают одну вещь в нашей суде конституционного суда, что закон о конституционном суде можно поменять. Это прерогатива все-таки законодательной власти парламента, да? И есть второй момент. Как у нас назначаются конституционные судьи, да? Шесть человек. Два суди назначаются правительством, два суди назначаются парламентом, и два суди назначаются высшим советом магистратуры. сегодня вполне тот же господин президент, либо фракция парламентская может инициировать вопрос о отзыве этих конституционных судей с своей должности по причине четко указанных фактов превышения полномочий. Ведь вы посмотрите, когда они рассматривали, мало того, что они разделили указ на четыре части, да? Они еще по ходу признали статью кодекса о выборах неконституционной в области, где президент имел право объявлять конституционный референдум. Да, действительно, она противоречит Конституции на сегодняшний момент, но в этом заседании и в этом решении они не имели права это делать по одной простой причине. Суть обращения была только по поводу указа. Как вы рассматриваете указ и тут же ой, вы знаете, вот мы наконец-то извините, сколько это существует, да? А это существует с 97-го года. Только сейчас вы заметили о том, что этот пункт существует. Значит, либо вы должны были инициировать процедуру пересмотра в отдельном заседании, либо кто-то должен был обратиться с обращением, чтобы вы это рассмотрели. А тут вы знаете, мы заметили, ну заодно давайте и это, под одну гребенку. Так тоже никто не делает. Вы нарушаете юридические нормы, тогда любой может сказать, о какой мы говорим юридической подоплеке, о какой мы говорим юридическом порядке, если у нас не соблюдается основной закон государства. Вот в чем беда. Понимаю, в общем-то мы говорили с вами и затронули тему о роли Венецианской комиссии в этой всей истории. Ну, о Венецианской комиссии говорилось на протяжении предшествующих двух месяцев и тогда, когда ждали мнения юристов относительно изменений в избирательной системе. мы сегодня уже сконстатируем этот факт. Избирательное право наше изменилось. Мы будем голосовать не только за партию, но и за региональных лидеров, за одномодатных депутатов. Но на мой взгляд, наверное, необходимо привлекать таких сторонних европейских специалистов за плечами которых изучение опыта европейской демократии, мировой демократии, как она формировалась. Но все равно вопрос. Неужели мы самостоятельно не можем разобраться в закон уложении, формировании того законного порядка, по которому дальше развивалось бы молдавское общество? Давайте мы разделим ваш вопрос на две части. Начнем с того, можем ли мы самостоятельно. Очень можем. И причем не можем, а обязаны. Объясню почему. Потому что есть закон о нормативных актах Республики Молдова, где одним из постулатов говорится, что на каждый законопроект, неважно, кем он инициирует, правительством, парламентом, депутатом парламента, президентом, нужна экспертная оценка. Экспертная оценка дается обычно профессорами Академии наук по определенным данным. Но понимаете, не все эксперты хотят делать экспертные оценки по одной простой причине. Им на это очень много надо потратить времени, а это неоплачиваемая процедура. И давно все эксперты в Молдове говорят о том, что ребята, введите, это везде есть, и в Российской Федерации, и во Франции, и в Германии, и в европейских странах, в странах СНГ, что есть определенные эксперты, которые дают свою оценку нормативным актам, соответствуют, не соответствуют, нужен, не нужен. И это нормальная практика во всех странах. Но у нас почему-то решили, что это ненормальная практика, зачем нам своих специалистов привлекать, которых много. Извините, сколько вызов у нас выпускают тех же юристов, экономистов, бухгалтеров, и так далее. Но отдых сейчас рассчитывать не нужно, мне кажется, под уровень подготовки в этих университетах преподают этим молодым. И вот эти преподаватели, которые знают теорию, которые знают как, и несут, и учат этих молодых, они-то могут разобраться. Есть профессора, есть доктора, доктора хабилитат, которые защищали целые работы свои по определенным тематикам. Они-то могут дать экспертную оценку намного выше. То есть мы рассчитываем в данном случае не на молодых, а в Академии наук, извините, сколько отделов разных, где научно работают, изучают, прорабатывают, и прорабатывают не только молдавское законодательство, если мы говорим о законах, они прорабатывают и европейское, и международное законодательство. Тоже много экспертов. Есть целый институт государства и права при Академии наук, где работают доктора и доктора хабилитат, где защищают докторские диссертации. То есть там тоже, наверное, есть эксперты местные, которые могут дать свои заключения. Получается, кому-то выгодно привлекать со стороны и, так сказать, вот видите, есть оценка, апеллируем к ней и все. Вы знаете, вот по поводу Венецианской комиссии, у нас это очень модно стало, когда мы стали вот на европейский путь, что мы должны все нормативные и туда отправлять и слушать. Начнем с того, что такое вообще Венецианская комиссия. Венецианская комиссия это рекомендательный орган. То есть они могут сказать чисто технически, юридически, соответствует европейским стандартам, нормам, международным стандартам данный законопроект или нет. Все. Они не могут, они не то, что не могут, они не имеют права диктовать ни одному государству, что нужно делать, как нужно принимать и почему. Объясню. Я эксперт из Италии. Я вообще допустим географически не знаю, где находится Молдова. Я не знаю, какие там сегодня ценности. Я не знаю, какой социальный статус, как живет народ. Мне приходит на экспертизу какой-то нормативный акт. Я его изучаю и говорю, да, вот вы знаете, вот это соответствует общеевропейским нормам, да, или общим международным нормам. А вот здесь бы я откорректировал, чтобы оно соответствовало. Но я не могу сказать, примите вот так, потому что я просто не знаю иных нормативных актов, которые существуют в этой стране. И вообще нужен ли этот нормативный акт в таком изъяснении обществу, государству. Я это не могу утверждать. Это могут утверждать только те, кто здесь живут, те, кто здесь находятся. Вот. И по поводу указа президента, да, Конституционный суд в двух местах использовал рекомендации Венецианской комиссии, которые дали отрицательный отзыв. У меня вопрос к Конституционному суду в данном случае. А на что давала Венецианская комиссия отрицательный отзыв? На указ президента, а они вообще его видели? Нет. Они давали отрицательный отзыв на законопроект, инициированный президентом по изменению Конституции в расширение полномочий. Да? Где было пять пунктов, которые необходимо, вернее, не то, что необходимо, которое хотел бы господин президент нести в Конституцию для того, чтобы у него эти полномочия были расширены. И Венецианская комиссия отдала заключение, что в принципе пять пунктов соответствуют технико-юридическим нормам. Почему? Потому что все пять пунктов взяты аналог европейских стран. Один существует в Латвии и Литве, один существует во Франции, один существует в Польше, Чехии, с разных стран европейских. То есть юридически и технически все. невозможно принимать и расширять полномочия президента по одной простой причине. Потому что мы парламентское государство. А вот у меня теперь вопрос к тому, что я и говорил. Знает ли Венецианская комиссия положение дел в Республике Молдова? Как мы можем рассуждать о том, что Республика Молдова на сегодняшний день парламентское государство? Да, в 2000 году, когда мы внесли изменения в Конституцию, мы стали на путь парламентского государства. Но при этом мы полномочия президента, которые у него на тот момент были, не изменили. Оставили, как были, присмешаны. Потом, в марте 2016 года, все мы это знаем, Конституционный суд Республики Молдова отменяет изменения, которые были введены в 2000 году и вводит понятие избрания президента всенародным. У меня вопрос. Вы говорите, что мы парламентское государство. Если мы берем классическое парламентское государство и понятие парламентаризма и парламентского государства, то в парламентском государстве президент избирается парламентом, а премьер-министр избирается по консультации и предложению шефа самой большой фракции парламента. Еще одно, в чем Конституционный суд, если вы помните, когда господина Филиппа назначали, признал, что если большинство и как бы поднесли это, что это международная норма, международная практика парламентского государства, если большинство предлагает кандидатуру, то президент обязан ее принять. Не большинство, а самая большая фракция. Это разные вещи. Теперь у меня вопрос. Президент у нас избирается всенародно по решению Конституционного суда Республики Молдова. И что-то я не очень помню, когда предлагали господина Филиппа в роль премьер-министра, чтобы самая большая фракция предлагала свою кандидатуру, потому что, насколько я помню, на тот момент самая большая фракция в парламенте была партия социалистов. То есть, если брать постулаты парламентской республики, то, простите, у нас сегодня премьер-министр должен быть далеко не от демократов или от какого-то непонятного большинства, которое, кстати, уже сыпется, от партия социалистов, потому что это была самая большая фракция на тот момент. И вот, вы знаете, вот эти двойные стандарты, которые вводятся сегодня, очень уж подозрительны. Причем, как используют власти, так использует и Конституционный суд. Ну, в общем-то, достаточно интересное, конечно, это объяснение. Тем не менее, посмотрите, сегодня существует желание избирателей, желание граждан Республики Молдова вернуть не просто полномочия президенту, а вернуть нашу страну на путь развития президентского государства. То есть, можно назвать это как хочешь. Ностальгия по всей моей руке это может быть желание тех, кто голосовал за сегодняшнего президента, помочь ему реализовать свои избирательные предвыборные обещания. Но, тем не менее, все это объединяет одно желание, чтобы в стране наступил порядок. А порядок здесь в Молдове во всяком случае воспринимается с так сказать, то есть, порядок, знак равенства это сильный лидер, способный навести порядок и нести за это ответственность. Выполняя, в данном случае, обещания перед своими избирателями, если это будет не так, избиратель с ним уже дальше разбирается. Игорь Николаевич Дадун часто приводил пример белорусского президента, показывая, как Республика Беларусь, как президентское государство такого президентского типа, реализовывал себя и на международной арене, и в внутренней политике, формировалась достаточно устойчивая и очень сильная экономика на сегодняшний день, это промышленная страна производит автомобильную технику, тяжелую и другие перерабатывающие промышленности. То есть, там достаточно очень мощный такой сегмент занятости людей в производстве собственного продукта, сделанного в Беларуси. Это, в общем-то, сегодня как раз у нас ностальгия по такому тренду сделана в Молдове. мы пытаемся еще сохранить какие-то рынки для своей сельхозпродукции, для того, чтобы сохранить свое экономическое независимость от слова архаизм для сегодняшней Молдовы, но тем не менее. И там в свое время формирование этого президентского государства тоже были свои коллизии. В 98-м году, насколько я помню, в 96-м году Лукашенко проводил референдум. Он также по четырем вопросам, если не ошибаюсь. И ключевым был вопрос принятия новой Конституции с расширением полномочий. Возник кризис и в результате референдум прошел, но он уже стал не консультативным, а, так сказать, конституционным референдумом. И это, конечно, сильно сразу изменило модель государства и, возможно, как бы, так сказать, ну, хорошо ли это, плохо. Мы знаем европейскую оценку всего этого, там, последний диктатор Европы, но в последние, кстати, два года они перестали говорить о Лукашенко так. Потому что поэтому невозможно говорить. Да, он стал для них рукопожатным. Обратите внимание, и в этом смысле есть тоже, наверное, победа вот этой идеи президентской республики. Потому что понимание того, что вот на границе с Европой есть достаточно успешно развивающееся государство с стабильной экономикой, без выброса сотен тысяч мигрантов за пределы своей страны. И в данном случае такое молчаливое признание того, что да, белорусский президент и прав. Вы знаете, Станислав, я вам скажу, что президентскую форму управления можно приводить не только на уровне Беларуси. Да, Франция это чисто президентская республика и давно показано, сколько историй, времен, но это тоже форма управления президентская. Да, и давайте далеко не будем ходить, как наши все проевропейцы мечтут и кланяются США, давайте начнем, а США это какая форма управления? Это чисто президентская, потому что в США президент страны, он же глава исполнительной власти, он же возглавляет правительство. Там же нет понятия премьер-министра. То есть если вы уж так бежите и кланяетесь идолам каким-то, не хотите вы принимать Россию, где в принципе тоже можно сказать, возьмите свои любимые США, президентская форма управления. Вы правы, когда вы приводите Беларусью. Почему? Потому что в принципе мы схожи с беларусами, мы все выходцы из одной страны, это общая история, общие связи, даже те же родственницы, извините, много людей, которые родились в Беларуси, сегодня живут здесь, много людей, у которых родственники в Советском Союзе еще тогда переехали в Беларуси, живут там. И в любом случае мы передвигаемся, мы общаемся, мы знаем. Но вы знаете парадокс, что в Беларуси, я обратил внимание, минеральная вода стоит дороже, чем сметана. И мы никак не могли понять, почему. Задав вопрос беларусам, мы поняли, почему. Минеральная вода не производится на территории Беларуси. Ну вот так. То есть, насколько они защищают своего производителя. Вот это самое главное. И вы знаете, рассуждать о том, какая лучше форма правления для государства, для каждого государства по-разному. Ну, давайте далеко не будем ходить, ну, есть примерно такие же, как мы, Словаки. Тоже 2 миллиона граждан, ну, живут чуть-чуть лучше, чем мы, так мягко скажем, да, тоже нет мигранции, но у них смешанная форма правления, то есть, у них президентско-парламентская форма правления, и они существуют, живут, и им это приемлемо. И они находятся в Евросоюзе. То есть, говорить четко, что вот нужна только президентская, это сложно. Ну, и исходя из того, что вы говорили, вот у нас в 99-м году, если вы помните, да, господин Лучинский, будучи президентом, тоже проводил же консультативный референдум по расширению полномочий президента. Он в тот момент хотел что сделать? Он хотел действительно усилить власть президента и сместить Республику Молдова из смешанной системы в сторону президентской. Но в тот момент с учетом того, что у него произошел вот эта драка между господином Лучинским и господином Дьяковым. И появились те изменения 2000 года, где президент начал избираться в парламенте и мы стали на рельсе парламентской республики. В парламентской республике нет ничего плохого. И, как говорят, нужна сильная рука. Ведь, по сути своей, глава государства, если он не глава исполнительной власти, а просто глава государства, коим является сегодня, мы сейчас не говорим о фамилии президента, мы говорим уже об институте, о должности президента. Есть понятие разделения властей, то есть судебное, исполнительное и законодательное. И принцип этого разделения в сдержках и противовесах. Вот президент это и есть сегодня те сдержки и противовесы между этими тремя ветвями власти, чтобы никто не находил на функции другого, он их сдерживает и у него есть противовесы, как это он, можно сказать, даже медиатор, арбитр между этими тремя ветвями власти. И при парламентской форме правления это тоже является тем же арбитром между этими тремя ветвями власти. Я вам приведу страны, где есть сегодня парламентская форма правления довольно успешная. Израиль, чисто парламентская форма правления, где функции президента многие отданы премьер-министру, а действительно там президент выполняет такую чисто номинальную функцию. Германия это чисто классическая форма правления парламентская, потому что мы знаем, ну вот никто сегодня, а, ну назовут сегодня уже президента Германии, потому что это бывший министр иностранных дел. Но до этого никто же не знал, кто президент Германии, да это сами немцы не знали. Италия, то же самое, это классическая форма парламентской республики. Вот я вам назвал три страны, которые в принципе сегодня существуют, живут и хорошо развиваются. И Германия и Италия это одни из основных игроков Евросоюза с парламентской формой правления. Поэтому, вы знаете, говорить именно о том, что вот хорошо бы именно эта форма правления или хороша бы эта, сложно. Но в нынешней ситуации для республики Молдова действительно лучше президентская форма правления. И тут абсолютно спорить с этим сложно. Во-первых, мы видим порождение олигархии и воровства, которое мы на сегодняшний день имеем. Что никоим образом не должно ставить отпечаток на государство. у нас прекратились инвестиции именно по этой причине. и плюс мы видим вот этот перекуп, перебежничество депутатов. Вы понимаете, вот в чем еще хорошо, как бы немножко затронем смешанную систему, да. Да, понятно, что многие говорят, что вот могут перекупить, могут там придать. То есть избранный подмодат нам будет выполнять что-то но вы понимаете, в чем, когда я голосую за определенного человека, допустим, за господина Выжигу, я потом завтра, если он перебежит куда-то и не исполнит то, что мне обещал, я за него просто не проголосую. А когда я голосую за список партии, где, ну, давайте так по-честному, ну, пять, ну, семь человек я знаю из ста одного, и когда потом эта часть куда-то убегает, а я же вроде давал за эту партию, которая мне что-то обещала, а партия выходит и говорит, вот извините, мы не смогли исполнить, потому что от нас убежали. У меня какой избирательный вопрос, так а зачем я тогда за вас голосовал? Понимаете, вот эта безответственность сегодня тех депутатов, да, может быть, действительно нужно принять закон о том, что если ты собираешься покинуть фракцию или партию, по которой прошел, ты должен сдать мандат. Логично, но пока это никто не делает, мы знаем по каким причинам с вами, поэтому я думаю, что на сегодняшний момент, для того, чтобы выправить ситуацию, для того, чтобы все-таки парламент начал действовать как законодательный орган, без вот этого гуляния и шатания, наверное, скорее всего, надо ввести, изменить конституцию в сторону президентской формы правления, когда мы наладим работу законодательного органа, так как он должен работать, и когда он начнет исполнять функции действительно законодательного органа, когда мы построим в этом законодательном органе принципы парламентаризма, вот тогда мы сможем говорить уже, может быть, о переходе на смешанную форму правления, либо чисто парламентскую, как мы и хотели. Слушая вас, я вспомнил снова о Венецианской комиссии, я подумал, во время Брексита у них спрашивали мнение, стоит ли выходить в Британию из Евросоюза. Причем, кстати, Великобритания, тоже монашеско-парламентская форма правления, с усиленными функциями премьер-министра, но у Венецианской комиссии никто ничего не спрашивал, Англия себе даже не позволит это сделать, это ниже их достоинства, извините, они существуют сколько лет, и сколько лет существует Венецианская комиссия, давайте будем честными, там преемственность парламента, часть депутатов передается по наследству, не избирается, даже, понимаете, до какой формы они дошли, часть депутатов избирается по партийным спискам, часть депутатов избирается по одномандатным спискам, а часть депутатов попадает туда по наследству, лорды, перы, и так далее, и тому подобное, То есть вы понимаете, насколько там выстроена система? Но нам, к сожалению, до нее далековато. Сергей, к сожалению, время ограничено. Тем не менее, подзанавис, очень коротко, ваш комментарий. Я понимаю, что это меньше всего относится к конституционному праву, но тем не менее, сегодня в пятницу проходило заседание по Дарину Киртакой, и его наконец-то отстранили от должности. Ваш комментарий, судебное решение, оценка дана. Я вам скажу, суд в данном случае сделал все по закону. Прокуроры обратились в судебную станцию с требованием отстранить господина Киртака, мэра города, от занимаемой должности в связи с тем, что он проходит обвиняемым, то есть даже не подозреваемым. Обвиняемый, это уже означает, что есть доказательства о том, что он совершил какие-то уголовные действия. На него открыто два уголовных дела. То есть и суд, просмотрев материалы дела, просмотрев доказательную базу, естественно, увидел, что он виноват в этом, и что когда уже дело перейдет в суд, он получит реальный срок за уголовное преследование. Зачем ждать и терпеть? Он удовлетворил ходатайство прокуроров, и, соответственно, этим самым он не нарушил ни один пункт уголовно-процессуального кодекса. Он отстранил господину Киртуаку от должности абсолютно в соответствии с буквой закона. Вот здесь суд, я могу сказать, поступил очень корректно, правильно, в соответствии с буквой закона. Это здравствует самый справедливый суд в мире. Да, наш суд. Спасибо вам за эту беседу. Достаточно весомо, компетентно и подробно было объяснено. Я думаю, зрителям так же, как и мне, было понятно. Мы с удовольствием вас приглашаем для таких оценок. Спасибо, с удовольствием соглашусь. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был юрист, доктор права, эксперт конституционного права Сергей Мишин. Оставайтесь с нами, следите за нашими программами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»